Ну вот он. Производство немецкой фирмы РФТ. 10 штук, звукосниматель, и она начинает играть. И был москвич А, москвич Б, всякие модификации и все. Но самое интересное в том смысл этого радиоприемника, что мы вот три привезли, я разгрузил, поставил на лестнице и в итоге я разгрузил, а Лариса шла, спускалась и разбила этот москвич. Он рассыпался в трепезги. Корпус от него пришлось восстанавливать и искать другой. Вот так. А что вы думаете? Такое радио у нас было. Ромка говорите. Радиоточка. Вот сюда прикручивались два проводочка. Кстати, не рекорд. Живот имени Красина, Москва. Мы мечтали об этом репродукторе давно. Катушка наматанная на картоне опять. Обыкновенный картон. На дереве каркас. Монтаж проводом медным. Конденсатор сделан из изолятора слюда. Пластинки из меди. Метод оттыкает эту точку. Отрегулировать, чтобы он заработал, зазвучало радио. Вот эти наушники к этому детектору, приемнику, они тоже 28 года выпуска. В оригинале. Все как положено. Провода, обратите, матерчатая изоляция, вилочка, картонная изоляция. Вот он включается сюда. Как он работает? Чтобы он заработал, надо подключить антену. И нужно подключить земля. Ну, конечно, чтобы услышать хорошо, надо заземление сделать на улице. Если в городе невозможно, это к батарее. Высоколомные наушники. Чтобы было малое сопротивление и чтобы громче звучало. Ну, вот и все. Вот и весь принцип. Сейчас это услышать невозможно, потому что у нас уже не вещают длинные волны, средние не вещают. Там только можно шум и рокот услышать. И все стояли возле этого патефона и слушали, затаив дыхание. Так, ну, замотаем. Он все равно размотается. Так, ладно. Как его запустить? Это проблема. Так. Ключик. И микрофончик есть, и наушник тоже вот древний есть, и провода все древние. Так что... Вот смотрите, в батарейке вот инструкция. 57-й год. Да, 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 да. Продолжение следует...